И тут Трамп может вылететь на какие-то передовые места, если не будет еще кого-то, кроме его и Камилы. Вот здесь, Женя, очень интересный момент. То есть астрология показывает, вот сейчас любой аналитик, никто этого не знает, если не брать в расчет, скажем, науку астрологии или науку торологии. То есть мы базируемся на данных, которые мы имеем сегодня. Но смотри, что происходит. Какого-то числа, допустим, сейчас Любовь говорит, допустим, в сентябре месяце, может быть, к концу сентября месяца, есть там даты, действительно, которые говорят о том, что что-то может произойти. И вот когда что-то произойдет, оно смешает абсолютно все карты. И все сегодняшние аналитики, которые предвидят, предсказывают, говорят о том, что вот будет так и так, они все оказываются уже абсолютно это ни к чему, потому что вмешается какая-то третья сила. Об этом было давно. Об этом было давно, когда говорилось о двух претендентах. Но два претендента, это был нынешний президент Дио Байден и претендент на это, бывший президент Дональд Трамп. И тогда торолог говорил, наша ясновидящая Гала, она говорила о том, что не будет ни один, не будет ни второй, будет кто-то третий. И вот интересно, когда появился третий, появилась третья Камала, потому что Дио Байден снял свою кандидатуру, как мы знаем, и тогда появился третий, действительно. И вот когда я задал вопрос о том, что будет ли теперь вот эта третья Камала, я получил ответ. 50 на 50. То есть редкий случай, когда мне дают ответ, допустим, обычно да, нет, будет, не будет, а тут 50 на 50. Это означает на тонком плане, можно так сказать, о том, что еще неизвестно, еще может ситуация измениться, и может показаться кто-то или что-то произойдет. Вот что произойдет, это мы можем, допустим, спросить у Любови Звездиной, имеется в виду, не будет ли каких-то, может быть, новых покушений? Как, Карта, что там нам говорит-то? К 1 февраля, ой, божечки, извините, пожалуйста, к 1 сентября, я просто сейчас размышляла над тем, что нас ожидает 1 февраля, и поэтому как-то вот говорила. Смотрите, к 1 сентября в Америке может произойти событие для Америки важное, которое может проявить для войны за независимость США, которое вот было когда-то ознаменованной битвой при Лексингтоне и Конкорде, оно состояло в 1775 году. Ну, то есть, гражданская война, да. Это может быть настолько важным, да-да-да, что даже после нее принятие самой Декларации независимости вот тоже вписывается в этот ритм, который проходит сейчас к 1 сентября. Не факт, что мы прямо увидим волну событий, да, но это на внутреннем плане, который можно назвать мотивационным планом, будет ознаменовано последствиями вот в ближайшем будущем, причем, ну, в очень коротком промежутке времени, хотя вот для перемен в Америке мы сейчас можем отмерять очень большие сроки.